Так, что там началось? Внезапно начался день рождения, ребята. 28 числа мне утром пишут, что беспокоит служба доставки подарков. Подскажите, пожалуйста, вы сможете принять подарок? Я пишу сегодня, потому что сегодня не мой день рождения, у меня завтра. Они пишут да. И я говорю сейчас дочери, внезапно начался день рождения. Так, там открыто жить. Здравствуйте. Это Лея, да? Спасибо. Спасибо. До свидания. Какая милая корзиночка. Как кошечки изучают, смотрите. Думают, что это такое? Кто это принёс? Да, кошечки? Бантюшка, маленький мальчик. Вот как они пахнут вкусные. И открытка. Дорогая Анна, желаю прекрасного дня рождения, хорошо было бы быть с тобой, чудесного времени с Кристиной. И, пожалуйста, празднуй снова, когда у тебя будет свободный день, неделя дня рождения. Я люблю тебя очень, Ричард. Беззи Вик, это неделя дня рождения, у них принято в семье. Целую неделю празднуют день рождения. Потому что, якобы, день рождения часто очень выпадает на рабочую неделю, и когда нет возможности отпраздновать, поэтому они празднуют всю неделю. О, как они пахнут вкусно. Просто шикарно пахнут. Какое, ребятки, сегодня доброе, прекрасное солнечное утро. Я сейчас проснулась и отлюбуюсь на корзинку с цветами от мужа. Я её поставила во вторую корзинку, в которой были фрукты, и вот это орехи, шоколад. Вот, там ленточка и открытку прикрепила, чтобы смотреть, читать, любоваться, как меня любит муж. Вот, и ещё с утра сейчас слежу и читаю поздравления, уже начали приходить. И у меня мои клиенты, которые мальчишки. У меня тут девочки, мальчики. Вот, мальчики мне написали, типа, что подарок пришлют. Вот, так что сегодня такой прекрасный, один из самых прекрасных дней в году для меня. Несмотря на то, что тут вон ширма у меня на полкомнаты, но настроение у меня просто чудесное. У жены иностранца день рождения. Так и назову это видео. Даже Бантюшка, посмотрите, как сегодня миленько лежит тут. Так, Бантюшка, маленький мальчик. Такие у них носики, пипочки такие. Кристина тут мне подарок приготовила, пока я за кофе ходила. Я захожу, она тут мне что-то написала, подарила. Это что такое? Это букетик такой или что это? Как букет невесты. Посмотрите, как он подходит к моему этому покрывалу. А это что такое? Доча, а ты куда исчезла-то сама? А что это? Какая-то шкатулочка. А, шкатулочка! Это шкатулочка! Платенькая моя! Доча, тебя можно снять-то? Нет? Смотрите, какая шкатулочка миленькая! А это что такое? Открыточка! Это ты сама нарисовала? Можно я ее покажу? Нет? Короче, прочитала вот открыточку от доченьки. Она там мне так написала, я аж расплакалась. А, сразу чувствовалась. Такое прямо личное, такое и... Такое прямо с любовью написанное. Спасибо, до свидания! Смотри, чай. Класс? Угу. Я люблю тебя! Так, а тут какой-то конверт. Посмотрите, какой у меня букет уже второй. Такой красивый, такие розы вообще классные. Маленький еще в бутончиках. Смотрите, тут какая надпись. Сейчас надо в вазу поставить. Доча, у нас ваза-то такой большой нету. У нас такого букета никогда большого не было. Смотрите, какой у меня уже здесь наборчик цветов. Вот этот букет. Вот этот букет. И вот этот от доченьки. Сухоцветы. Прошло так быстро? Обычно подержать? Да, все хорошо. Бантик, ты прям осмелел. Обычно он у нас боится. Да? У меня их просто дома 7 штук. А, да, ну вот, наверное, он хочу. Да, коровы приехали. Это мы с собой возьмем. Держи. Вот, смотрите, мои клиенты, которые парни. Двое. Вот они мне отправили подарок. Тоже. Кофточку фирменную. Это свитшот. Вот, какой красивый цвет. И качество такое классное. Видите, спринт саммой. Весна-лето 2024. Вот так вот. Видите, как круто. Так, все взяли с собой. Видите, роллы всякие, пиццу. И уходим. Так, нам на такси пристим. Так. Вот мы приехали с доченькой. Ну, что-то нам поплохело, пока мы ехали. Вот сюда, походу, нам. Сейчас вот мы приехали, переодели в обувь. Кристина тапочки одела. Я вот с собой все специально сменку взяла. А сейчас пойду договор заключим. Короче, у нас так укачало в этом такси. И мы что-то приехали с Кристиной. Никакие. Никакие. Ух ты. Смотрите, как тут интересно. Так, у нас вот такой стол. Вон там цифры. 38 лет мне. И тут вот фильм. Сейчас мы музыку включаем. Смотрите, нам такую штучку поставили. И на нее сейчас чайник принесут, поставят. Чтобы он не остывал. Прикольно? Вот, видите, чайник. О, смотрите как. И сразу вон и экран яркий. Это мы тут фильм будем смотреть. Мы с Кристиной решили посмотреть фильм «Вызов». Это подсветка. Звездное небо. Космос. И стол наш. Праздничный. Поели мы. Нам пледики вот принесли такие. Видите? И мы сейчас. Вон там Кристиночка располагается. Выключай. О, смотрите какое звездное небо здесь. Фильм тоже про космос. Мы решили посмотреть фильм «Вызов». Мы его не смотрели. Он на экранах на больших недавно был. Ну, как недавно? Год назад, наверное. В общем, вроде по отзывам хороший фильм. Да что там скачешь? Мастится у меня доча. Ищет местечко поуютнее, поудобнее. Тоже у нее пледик. Здесь такой диванчик. Видите? Как полукругом здесь. Все, мы пледиками укрылись, покушали. Сейчас будем фильм смотреть. Мы тут будем 4 часа. Это что, у него глаз выпал? Кристина. Кристина. Что? Что? Супи. Здесь первое и второе тюрьмение работает нормально. Здесь просто ухаж. Есть подключение двигателей боковых блоков. Есть застеление боковых блоков. 130. Есть год скоростного головного отвлекателя. Женя, руку давай. Как в таком костюме еще шевелиться можно, да? Крепко не держись. Руки болезненные. А теперь? Опускай. Давай, давай. Никуда не денешься. Ой, как страшно. Представляешь, вот это вот отстегнется, если все. А то можно остаться навсегда там. Прикольно. Крутяк. У нас такое небо как раз, да? Прям как будто вы тоже в космосе с дочкой. Смотрите, нам принесли шоколадное фондю. Так, и что мы будем? Возьмем, например, кивик. И шоколадик. И что мне кажется важным? Смотрите, здесь какая качелька. Здесь сидушечка. Вот такие подушечки здесь космические. Лестницы-то нету. Так, может, задом надо? Мама залазит на месяц. Мама залазит на луну. Так, может, там сидеть надо, нет? Типа как будто на месяце сидишь. Ну сейчас, подожди, вот так сначала. Смоткаешь? А, видео все, не надо у нас. Да, сейчас все уже. Смотрите, лепестки тут прям настоящие. Свежие, свежие. Лепестки роз. Вот нам тортики принесли, чизкейки, но мы так до них и не дошли. И мы покушали роллы, пиццу съели, чай попили. Там нам фондю принесли, мы тоже его поели. И до шампанского тоже у нас не дошло дело. Так что его, может быть, на выходных по бокальчику выпьем. И тортики сейчас тоже заберем с собой. Ну вот и все. Тут музыку сейчас слушаем. Шарики, наверное, тоже заберу. Вот. Фондю мне понравилась. Здесь такая штучка, фондюшница. Она электрическая, тут нагревается, и шоколад растапливается. Он такой какой-то белый с молочным. И фрукты. Стол мне больше всего здесь нравится. Ну вот и все. Теперь мы возвращаемся домой. Мои цифры взяли с собой. Смотрите, мы вышли уже как темно на улице. И тут такие деревья. Мы когда шли, я чуть даже их не заметила. Они, видимо, горят когда-то. По идее, должны загораться вечером. Они все в огоньках. Ну вот и все. День рождения. Подошел к концу. Сейчас с Кристиной ждем такси. И стоим, тут люди идут и так смотрят на мои шары. Я говорю, что это они смотрят? А Кристина говорит, что они думают, что тебе 83. И поэтому разглядывают, кому это 83 года исполнилось. А я даже не подумала. День рождения. Продолжение следует.